Ежедневный обзор рынка от компании FX4Trader с Евгением Каташовым. Всем привет, народ! 10 мая, последний экспресс-обзор, с понедельника уже будем проводить обзоры в стандартном режиме, в понедельник же проведу розыгрыш, приходите. Ну а сейчас быстренько пробегаемся, и все, больше, короче, 5 минут и больше ничего не делаем. Итак, поехали, корректируем идею вчерашнего дня. По евро отработали внутридневную, сейчас только в лонг, по фунту в лонг, но текст лом. Ауди среднесрочный шорт, но внутридневной лонг у нас. Далее по новозелу отмена внутридневной тенденции, теперь только среднесрочный лонг. Далее иена в лонг, разнонаправленность по Канаде, разнонаправленность по швейцарскому франку, золото, смена тенденции, хорошо, в лонг, серебро, продолжается тенденция, в лонг, нефть, разнонаправленность остается. СНП в лонг, NASDAQ в лонг, Dow Jones в лонг. Вот по этим направлениям погнали, поищем точки входа. Так, опять же, напоминаю для тех, кто не смотрел обзоры за последнюю неделю. Все, что я говорю, все те риски, которые я говорю, корректируем, контролируем еще и с точки зрения объемов, которые я не смотрю на этих обзорах, и с точки зрения толпы. Интернет слабенький, поэтому так, поехали. Евро, паттерн готов. И тут вариации, вот те, кто смотрят данные по объемам, понимают, что там только одна вариация сейчас. Это вот такой зигзаг вот здесь поработать. Потому что депок здесь наверху. В принципе, это основная идея и будет у нас. Отработали вот это внутридневное, поки остались здесь. Вот сейчас ждем зигзаг и входим в лонг позицию со стопом заменим зигзага. Цели 0.8153, 0.8. Так что у нас тут 633 и 0.9473. По недостаткам удержания недельки, поэтому максимальный риск 0.5. Ну и там еще... А, ну паттерн еще такой 1.2.3 не самый приятный. Хотя и вроде бы при пробитии вот этих максимумов будет ложный пробой. Но при сложно составном-то мы все равно риски сокращаем, ведь стоп ставим короче. Поэтому 0.25 максимальный берем. Далее по фунту техслом. И все. К сожалению, паттерн нарисовался. Он нарисовался там, где и хотелось бы, в идеальном месте. Но техслом. Поэтому я не рекомендую работать. Это слово совсем. Но если вы готовы рискнуть, понимая все сложности и проблемы, которые мы здесь видим, а их много действительно. Это и удержание недельной зоны. Это сам по себе технический слом. Это убытки по опционам. Этого уже достаточно, чтобы вообще не уходить в позицию. Но если входите, риски при такой подаче минимальны. Вход на откате. Цели это максимум. Максимум у нас по котировке 26.341 на сегодня. Далее золотая 27.551. И серая 29.071. Audi. Ождали паттерн на четвертинки. Прошли ничего интересного. Закрылись за четвертинкой. Теперь поэтому тест 1.2 вероятность 60%. Чтобы поработать на продажу, мы обязаны дождаться этого теста. После. Либо лимитка отсюда с таким стопом. Это будет делать у нас робот. Либо вот такую формацию ждем. И при формировании такого паттерна работаем на продажу. Цель первая 65.572. Цель 2. Это недельная зона 65.177. Цель 3. 64.442. Все это только после теста 66.298. До этого момента в позицию на продажу не входим. По недостаткам отсутствия информации 0.5 риск максимальный. И следующий инструмент. В принципе, точка входа в режиме онлайн. Не дождались вот этой 65% отработки вероятности теста зоны 1.2. Но нарисовали вот такой паттерн. В рамках этого паттерна на коррекционном откате можно входить в лонг позицию. Посмотрите, что тут по объемчикам. Может быть, нужно будет поставить покороче стоп и ждать 1.2.3. Но формальная идея выглядит вот таким образом. Это готовый паттерн. В диапазоне выгодных цен. Он высоковолатилен. Возьмем это в качестве недостатка. Удержание недельки. Но 0.25 риск почему бы нет. И в рамках этого риска мы берем цели 64.83. Далее берем цель 68.29 и 65.129. Это недельная зона серого цвета. Доллар японская иена. Тут глобально ничего не изменилось. Мы находимся в убытках по опционам при отсутствии информации в лонговом маржинальном тренде. 0.25 риск максимально возможный, учитывая указанные мной недостатки. Цели при формировании паттерна в диапазоне выгодных цен это 155.926, 156.626 и золотая 159.191. Ждем паттерн, ждем падения депок. Покупаем. Канадан. Тут, кстати, объемы, по-моему, очень классно упали вниз, если мне память не изменяет. И поэтому тут есть возможность поработать с красивым вот таким качественным паттерном от объемов. Да, я ждал вот здесь паттерн после теста четвертеньки, ждал пробития этих максимумов. Этого не произошло, поэтому данную идею отменили. А вот такую формацию поработать можно. В рамках текущей формации входим в позицию на покупку, если она появится. Цели 37.608, 37.939 и 38.896. Швейцарский франк. Отработка зоны 1.2 вероятность 60%. Без этой отработки в позицию на продажу не входим. Идея номер два, она не на сегодня, а в лучшем случае на завтра, если мы просто тупо закрепимся ниже 1.4. Если мы закрепляемся ниже 1.4 завтра с утра вот таким образом на откат лимитку. Если мы отрабатываем 1.2, смотрим паттерн с формированием ДПОК, с изменением ДПОК, вернее и работаем в шорт. Цели минимум 89.977, далее неделька 89.689 и неделька 88.523. Информации нет, ликвидность не самая лучшая у данного инструмента, поэтому 0.25 риск максимально возможен. Золото поменяет тенденцию на золоте. С сегодняшнего дня работаем в лонг, это хорошо. Мы видим вот такую крутую проторговку, вся она укладывается во внутрь диапазона выгодных цен в лонг. Поэтому любой паттерн внутри этого диапазона без закрепа за четвертинкой или после теста 1.2, если будет этот закреп за четвертинкой. Так вот, работаем в лонг, цели 23.55.95, 23.78.35 и 24.28.35. Информации нет, максимальный риск на 5.5 и все остальное в принципе нам не мешает, поэтому можно поработать. Сейчас я еще опциончик, опционы мешают. 0.25 риск максимальный, ребят. Серебро. Здесь у нас опционы не мешают, сразу же проверю. Появилась информация. Нет удержания недельной зоны. То есть в принципе по серебру идеальная сделка, напрашивается. Объемы чисто визуально подозревая, что они в районной зоне 1.2, но проверьте опять же. Поэтому чем глубже коррекция, тем лучше. С 1.2 вообще идеально было бы зайти, потому что и запас хода повышается. У нас и стопик поменьше будет, если мы поработаем с техническим стопом, а не стопом паттерна. Цели это максимум 28.473. Далее недельная зона 29.148 и неделька 30.198. При хорошем паттерне, при изменении депок, практически полную силу, ну, 1% в принципе можно поработать. Мест марки WTI пока без изменений. Мы и не дали теста четвертинки, поэтому не можем пока купить. И не дали теста 1.2, поэтому не можем пока продать. Находимся в таком подвешенном состоянии. Ну, давайте оба варианта разберем. На сегодняшний день котировка четвертинки 77.751. При тестировании этой котировки и формировании паттерна входим в лонг. Цели максимум вчерашнего дня, может, сегодняшнего дня, в зависимости от того, как тут отработаем. Далее зона 1.2, это 79.771. И недельная зона 83.071. Если мы не пойдем к зоне 1.4 красного цвета, а пойдем тупо наверх, протестируем 79.771. А далее перебьем вот эти минимумы, тогда на откате встаем в шорт позицию. Цель минимум 76.471. Далее 2 недельки 73.351 и 70.051. В лонг риск 0.25 максимально возможный, так как это контртренд. В шорт, учитывая удержание недельной зоны, риск 0.5. Ну, что-то вот я помню, вчера-то я говорил 0.25. Почему не помню, ну, посмотрите, может быть, там какие-то проблемы еще есть с объемами. Ну, по крайней мере, на сейчас, учитывая те данные, которые вижу, говорю, что даже... А, ну и сама по себе продажа нефти. Все, все правильно. 0.25 это максимальный риск, что на покупку, что на продажу по нефти при формировании одной из этих двух идей. Индекс S&P, проверим закреп, все, нет удержания недельной зоны, недостаток исчез, опционы не мешают, проблем никаких нет. Максимальным риском можно работать данную идею, если появится паттерн внутри диапазона выгодных цен, покупаем. 52.22.51 первая цель, 52.94.01 вторая и 54.12.01. Это третья цель, исторические максимумы. В принципе, почему бы нет. NASDAQ. Здесь тоже у нас нет удержания недельной зоны. В принципе, тоже идеальная сделка может быть. Мне нравится трехсуточная проторговка в одном диапазоне. Вероятность того, что Депок у нас изменится, учитывая вот эту проторговку, вероятность эта очень слабенькая. Но, тем не менее, если вдруг произойдет падение в диапазон выгодных цен, произойдет изменение Депок, покупаем к целям максимум 18.175.42 и далее две недельки 18.348.92 и 18.791.42. Ну, 0.5, либо первый риск тут, в принципе, адекватно. И следующий инструмент Donjon. С удержанием недельной зоны нет. Это хорошо, но мы в убытках по опционам. Это плохо, поэтому по данному индексу 0.5 риск максимально возможный. Ждем паттерн в диапазоне выгодных цен. Цели у нас максимум 39.482 и две недельки 39.867 и 40.707. Все, друзья, на этом заканчиваем. Я тут последний денек, можно сказать, отдыхаю, но обзоров уже не будет сегодня пятница. Давайте в понедельник встречаемся уже утром. Все приходим на прямой эфир на комплексную аналитику. Призы будут, подарки будут, ну и уже аналитика в полном масштабе с учетом объемов, с учетом толпы. Все эти моменты, все это проверим. Там уже будем и советников смотреть, и мои счета смотреть, мои сделки. Там поглядим. На этом все. Всем поменьше стопов, максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok